Общественный стоит на ушах, в городе на пожаре погиб человек. Говорит Валерка, говорит, ну мы выскочили, а тут уже пожарные и скорые. В чем причина трагедии? Вне закона и здравого смысла в Бобруйске задержан нетрезвый водитель. Что грозит за безрассудство? Газ в пол, опасная езда в центре города. Серьезность последствий при авариях с мототранспортом значительно выше остальных. Что грозит байкеру? Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Добровольное признание облегчит наказание. В Бобруйске продолжается санитарная обработка. В очередном списке семь фамилий. Сторонники перемен, правда, уже с приставкой «экс» дают признательные показания, раскаиваются и открещиваются от экстремистских структур. Обо всем поподробнее далее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Только представьте, что было бы с Белоруссией, если бы оппозиция тогда добилась своего. А не стерли бы страну с лица земли. Почти четверть миллиона долларов – ущерб от протестов. И это, пожалуй, тот самый случай, когда деньги не главное. Навести порядок, как показывает горький опыт, сложно, но возможно. Однако разруха начинается не на улице, а в голове. И здесь уже не обойтись без генеральной уборки. Вход с улицы. Далеко ходить не надо. Вот так выглядит уютный уголок представителя титульной оппозиции Юрия Гриневецкого. Дядя того самого Эдика из Польши, что затеял бурю в стакане воды. И, сидя за бугром, все светует, мол, дороги ему бобруйски плохие, да зарплаты маленькие. Хм, как бы не так. Я против терроризма. Вы против терроризма? Да, против, вот всех этих. Даже против революции, потому что они только к плохому приводят. То есть, насильственным путем власть менять нельзя. Я вот убежден в этом. В списке сторонников перемен, правда, точнее, будет с приставкой «Экс» Александр Леоненко, Андрей Синица, Галина Смирнова, Елена Медведева, Филипп Бутузов, Александр Белов и Андрей Карелин. Последний, к слову, неустанно обивает пороги различных инстанций. И ему все не так. Только начать стоило бы с уборки в собственном доме. А тут, как говорится, беспорядок на столе, беспорядок в голове. Парадокс, но практически все квартиры экстремистов в одинаковой пропорции кишат мусором и бычебой символикой. Но это в прошлом. Сегодня, после проведенной массовой зачистки правоохранителями, они дают признательные показания, раскаиваются и открещиваются от экстремистских структур. Я, Леонид Александр Николаевич, в социальной институтной классике распространял материалы запрещенных ресурсов, как хорошее, гради, хорошее. Садея на волоком, раскаиваясь и призывая иных лиц не заниматься протестной деятельностью. Я Ирина Медведева, 1964 года рождения. За 2002-20 год я привлекалась к ответственности, я участвовала в маршрутах. Сейчас я это не делаю. Я в этом не участвую, участвовать не собираюсь. Я работаю на госпреприятии, я хочу, чтобы мои дети жили спокойно. Я, Бутузов Филипп Иванович, состоял в группе, где размещался деструктивный материал. Также туда делал репосты деструктивного характера. В Садея я не каюсь и призываю тех, кто состоит в подобных группах, выйти, отписаться, не распространять материал, обратиться в милицию и покаяться, и не поддаваться влиянию западу. О том, что еще в годы Великой Отечественной, БЧБ символика была в одном ряду с нацистской, знает каждый, кто вникал в историю. Стоит пристально взглянуть на архивную хронику и становится понятно. За бело-червоно-белым флагом стоят предательство, измена и миллионы погибших. Самые страшные события под его знаменем совершались теми, кто в трудные времена переметнулся на сторону зла. Они избрали гнилой путь, но время всегда расставляет все по местам. Поэтому каждый, кто переступил черту дозволенного, ответит по закону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте все вместе освободим наше государственное общество от вид, которое плагирует теракты и экстремистские акции. Это не мой флаг. Действием всех задержанных дается правовая оценка. Работа правоохранителей по выявлению экстремистов и предателей в нашем обществе будет продолжена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не кошмарный сон, а жуткая реальность. В Бобруйске на пожаре погиб человек. К моменту прибытия МЧС уже вовсю полыхала крыша частного дома. Благодаря оперативной работе огнеборцев пламя не перекинулось на соседние постройки. Спокойный сон жителей частного сектора на Кутузово. Этой ночью прервали стреляющие звуки шифера. Пожар без преувеличений поднял на уши всю округу. Некоторые от увиденного долго еще не могли прийти в чувства. Муж пришел и будил спали. Это же начало третьего ночи было. Говорит, Валерка горит. Ну, мы выскочили, а тут уже пожарные и скорые. Спасти 55-летнего мужчину, к сожалению, не удалось. Поиск был затруднен плотным задымлением и высокой температурой. По словам соседей, погибший жил один и нигде не работал. Говорят, любил выпить и покурить, что и могло стать причиной трагедии. Следственной оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинской экспертиз. По данному факту, Бобруйским межрайным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расплавленные электроприборы, обгоревшая мебель и неузнаваемые вещи. Беспощадное пламя навело здесь свои порядки. От жизни остались лишь воспоминания о фотоальбоме, который чудом уцелел. Ещё вчера здесь стояла кровать, на которой спал хозяин. Сейчас на этом месте прогоревший пол. Вокруг – мрак, обугленные стены и ужасающие следы пожара. Зрелище не для слабонервных. С начала года в городе и районе огненная стихия унесла семь жизней. В масштабах страны порядка 170. Казалось бы, печальная статистика должна заставить задуматься даже самых безрассудных. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Сирена. Пламенное зарево в Бобруйском районе неделя не прошла тихо. Там тоже буйствовал огонь. Тревогу в деревне Ломы в начале 11 вечера забила местная жительница. Горела баня. Хозяин тем временем решил спасти свою машину, которая была припаркована возле пылающей постройки. Но не подрассчитал. В результате пожара хозяин домовладения получил ожоги 10% тела. Был госпитализирован в учреждение здравоохранения. В результате пожара уничтожена кровля бани, некоторое имущество внутри бани, а также уничтожен легковой автомобиль. Причина пожара выясняется. Еще один пожар случился в Калинино. Здесь уже авто сгорело полностью. Владелец не пострадал. Не исключено, что причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Шофер под шофе в Бобруйске задержан нетрезвый водитель. Обошлось без погони. Машина остановилась по первому же требованию сотрудников ГАИ. За рулем американца находился 33-летний местный житель. Алкотестер показал 1,77 промилле. Среди четырех пассажиров двое детей. Алкоголь – одна из самых частых причин ДТП. С начала года в регионе по вине нетрезвых водителей случилось пять аварий. Один человек погиб, семь травмированы. Мотоциклист совершил опасный маневр. Водитель «Ямахи» обогнал попутно двигающийся автомобиль прямо на перекрестке улиц Урицкого и Ленинской. Сотрудники госавтоинспекции установили нарушителя. Им оказался 39-летний местный житель. Теперь ему грозит штраф и лишение права управления до года. Госавтоинспекция призывает всех мотоциклистов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Серьезность последствий при авариях с мототранспортом значительно выше остальных и зачастую приводит к тяжелым травмам. Будьте внимательны и осторожны. За прошедшие выходные Моглевской области выявлено 922 нарушения ПДД, задержано 13 пьяных водителей, 33 бесправника. 118 пешеходов привлечено к административной ответственности за нарушения ПДД, 25 из которых находились в нетрезвом состоянии. 35 тонн щебня ушли как дети в школу. Работник предприятия в Осиповичском районе не досыпал материал. Смесь на чем и сэкономил себе в карман. 26-летний похититель был задержан во время попытки незаконной продажи. Правоохранители установили, на предприятии систематически допускались грубые нарушения процесса изготовления дорожной смеси. Количество добавленного щебня фракции не соответствовало заявленным нормам, что естественно влияло на качество состава. Сумма ущерба почти 1200 белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. И Кристина Рьянс. Увидимся через неделю. Кристина Рьянс.